Приближается дата, которая исчезла из памяти многих поколений, молодых людей, наших детей, наших внуков. А для нас она осталась все равно в памяти такой праздник, как День Пионерии. Вот это моя школа. Здесь я поступала в пионеры в свое время. Я не хочу сказать, что это была плохая идеология. Она не была сильно политизирована, но она была построена на каких-то хороших, на мой взгляд, принципах верности, честного слова, порядочности, ответственности. Ну да, мы носили галстуки, которые считались кусочком красного знамени. Да, мы ходили на линейки, даже само поступление в пионеры было неформальным. Кого зря в пионеры не брали. Вот сам статус вожатых, это было очень интересно, когда к вам приходила не учительница, а вожатая. Ну девочка, например, года на три старше вас. И потом мы подросли, я была вожатой в младших классах. Это очень интересно и очень познавательно. Я до сих пор помню свою вожатую. Я думаю, меня помнят. И помню того мальчика, которого я уже принимала в пионеры, вязала им красный галстук. Вот. Времена прошли. Будем только теперь вспоминать, что такое было в нашей жизни. Вот такие дворцы строили для пионеров, чтобы вы видели и знали. Коммунисты хотели, чтобы пионеры выросли умными, знающими, творчески развитыми людьми. Посмотрите, сейчас это Харьковский дворец детского и юношеского творчества. В свое время мой сын сюда ходил. Вот. Но построили это все проклятые коммунисты. Вот. Это в верхушечке, в этой находилась обсерватория, чтобы дети знали, как расположены звезды. Там стоял телескоп, который можно было посмотреть. Здесь проходили праздники всяческие. Праздники Нового года. Как-то на елку я сюда приводила детей. Супер. Слава Богу, что он не разрушен, что он поддерживается. Вот вы видите, ухоженно, цветочек. Памятник. Памятник, по-моему, Ломоносову. Сейчас посмотрю. Да, Ломоносову. Михаил Васильевич. Тоже человек, который стремился к знаниям. Вот так вспомним день пионерии, времена. Яneh. Пока. Игорь. Будет. Уже.